растения так все таки как же лучше их выращивать пожалуй расскажу вам об основных приемах выращивания растений об основной информации самое главное это конечно же не вы и перекапывать землю каждый год вот как в этой в этом парнике каждый год капывается земля поперек все 10 сюда выбрасывается все вырывается и перекапывается то в принципе не нужно но и помидоры лучше выращивать их вот таким способом растягиванием так называемым так называемый метод растягивания и тренировки растения берется растение желательно делать это как можно раньше утром пока растение еще не начало особо сильно впитывать влагу использовать влагу то есть и дотянуть влагу и вот так вот его перегибать перегибать тянуть и вот и вот влагу туда другим сюда помидоры очень удобно в этом отношении растения его можно вот такой взять другим листачком особенно утром и еще не поливаете вечером растения поливайте только утром если бы вечером подвели сильно сейчас бы растение было хрупкое все бы быстро еще очень просто ломалась а так вот видите хоп раз взяли растянули его связали но немножечко под привыкнет и возможно так и останется все равно она будет тянуться вверх конечно но и придется поправлять каждый раз и вот эти вот места отсюда уже начнутся новые будут так тянуться вверх и вот так вот по уровням будет были все это дело растягивать что даст довольно таки большой урожай очень хороший прием листья листья конечно же нужно можно убирать но тоже не желательно многие советуют поцинкование выбирайте листья это просто приходится делать особенно некоторые же сорта очень пышные и нижним ярусом не хватает цвета особенно когда хорошо все сделаешь грамотно растягиваешь то нижним нижним точкам роста вот не хватает цвета самое главное чтоб все попадал вот на эти вот штучки тут на идиот отростки каждом каждое растение можно почти что почти что все растения желательно гнуть так увеличит урожай тут как бы это теплица я за ней не ухаживаю вот такая лишь куда совсем здесь все запустят когда прихожу сюда за помидорками и и здесь наблюдается вот такая вот такая вот картина то все-таки не выдерживаю и начинаю загибать тянуть растение сейчас пока что нежелательно кровать листья потому что растение сейчас находится в такой стадии ликвидирование интенсивного но листья все таки приходится рвать и лучше всего хватит эти вот такие вот верхушечки выбирать чтобы это все открывалось эти вот тоже тоже можно гнуть алистия очень легко утром ломаются папа вниз и когда здесь все потом итоге будет все покроется листвой вся земля и это даст тоже свой эффект под землей то есть под листвой будет влажная почва и это хорошо поливать помидоры да и вообще все растения как вы сказал нужно утром можно сверху леечкой ну а помидоры чтобы они были сладкие и вкусные не стоит задевать нужно нужен очень нужна здесь такая чувствовать тонкую грань в поливе не пересушивать землю и туда помидоры будут очень вкусные и будет много но и осенью как можно реже подливать тогда они дольше проживут и еще проживут какое-то время особенно если парник хороший теплый долго будет еще жить и давать плоды особенно если их растягивать ну а огурцы вон там лучше конечно не ходить огурцы нужно чтобы они получали свет как можно раньше после ночи в этом месте огурцы это же четвертый год наверное здесь их садят и никак не замечают родители что им им здесь невеста они здесь вырастают они здесь вырастают такими листья такие жесткие вот сейчас чувствуется какие жесткие листья эти вот верхние если они еще мягонькие то эти уже жесткие хотя еще и лист в принципе нормальный он еще может пожить ну и листья огурцов тоже можно рвать вот такие вот например лопухи земелька покрывать огурцы вообще лучше такие вот грядки не садить это тоже ерунда потому что все дело в том вот когда вот так вот садишь такую грядку и когда поливаешь огурцы то и земля стекает вместе с водой и оголяет корни и потом дадет присыпать очень неудобно вот видите вот уже надо бы подсыпать здесь нужно большую кучу земли так что лучше огурцы садить на ровную землю и в лунку глубиной сантиметров 15 наверное пойдет как раз хоп так вот закрыли корни присыпали а сверху листой заложили еще и земля влажная огурцы любят влагу и поливать их нужно как можно чаще особенно в жару огурцы тоже лучше всего тянуть так как они если их вот сразу расследить в ровную на ровную на ровную площадь на землю то они и нормально соблюдать влажные земли поддерживать то они будут расти они будут не расти они будут они будут просто тянутся и тянутся на глазах и все это будет давать очень большое количество огурцов так что лучше вот тоже вот так вот так же вот по ярусам по уровню делать тянуть вот так вот хоп растянул все, огурец сам же огурец закрепится только он потянулся вверх ну вот зашел в теплицу взял там огурец срывал не сложно взять просто вот так вот ус и его подвязать все и вот он так вот по ярусам по ярусам по уровню все будет и вот так вот и лучше тянуть сюда сюда в эту сторону ну это что касается этой теплицы сама теплица вообще вот эта вода есть не теплица парник расположен крайне неправильно солнце встает там и самое лучшее оптимальное место где зона комфорта находится начиная вот отсюда вот отсюда и до конца вот здесь вот здесь самое лучшее место для растений и вот видите да сколько здесь просто места вообще пропадает ведь здесь можно и лук посадить и морковку и всякие эти базилии ну короче все можно вот сюда вот натыкать вот все можно натыкать я бы вот натыкал бы вот но боюсь точнее говорю не боюсь а все это просто вырывается как сырняк а ставить палочки с надписями базилик петрушка чеснок лук тоже не наставивших палочек тоже не наставивших палочек вот такими вот блюдовыми идеями живут многие садоводы видите оно что происходит вечером поливает каждый год все это выбирают вот зачем это было бы убирать каждый год все эти вот веревки снова натягивают каждый год а она будет она вот здесь вот так вот красиво становится когда тут вот все это вот растягиваешь все это вот и они так все это здесь и переплетается и получается своего рода помидоры в рай иначе не называть заходишь сюда а здесь просто вообще такая красота а помидоры они потом вот так вот вырастают все это до верха тоже все это вот облетается все эти тут веревки оплетаются и их не нужно менять больше никогда все это помидор она когда высохнет она становится крепче она такая крепкая вот у нее такое крепкое волокно и оно останется на будущий год и по этому уже стеблю можно заново просто взять взять вот здесь в этом году в этом году здесь растет растение на будущий год вот сюда рядышком взять ямочку выкопать и посадить туда помидорку все больше ничего не нужно делать новые помидоры используют вот эту вот корневую старую корневую систему будет использовать для себя это облегчит ее рост на ранних стадиях но нет нужно все перекопать нужно все выбросить а потом говорить ой что-то земля истощилась что-то у нас ничего не растет плохой урожай вроде бы поливаем удобрениями тут навоз какой-то вот сюда все вводим бросаем вываливаем и вот такие вот моменты вот подвязывали подвязывали все вставили неохота больше подвязывать он бросит вот так вот растение и оно вот так вот болтается да и не нужно столько помидоров насаживать тут один куст может все это одним кустом можно все это обтянуть и все это вот затянуть вот уже какой большой куст его будет все сразу же будет тяну его вот сюда его его нет лучше сюда 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 ближе к утреннему солнцу вот 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 а так оно просто век растет и все вот все эти вот пасынки то и не нужно эту с этой рассадой столько испытывать столько проблем когда можно просто взять и клонировать помидор он очень плохо он очень легко клонируется если боитесь что вам не хватит помидор то вот просто вот такие вот эти вот пасынки кто-то вообще рвет их выбрасывает вот их можно планировать вот эти вот пасынки вот эти вот пасынки право и тут наверное все самое основное рассказал вот эти вот пасынки вот эти вот пасынки пасынки перегнул плюс пять к урожаю пасынки 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 динам Желаю приятного дня!